По традиции фестиваль ступени открывает вокальный конкурс «Одинцовский соловей». Он проходит в два этапа, так как прослушать всех вокалистов за один день невозможно. В этом году заявки подали более 150 участников. То творчество, которое они могут показать здесь, на наших ступенях, им дают возможность реализоваться совершенно по-новому, поднять свою самооценку, открыть свои таланты и понимать, что в школе ты один человек, а здесь в творчестве ты совершенно другой. Ребята исполняют любимые песни в разных жанрах. Народный, академический вокал, эстрадно-джазовое пение. На конкурсе поют целыми семьями. Так в семье Хайдар Пашич сразу две солистки – Аделина и Амила. Болеть за девочек пришла вся семья. Чтобы справиться с волнением, нет ничего лучше поддержки близких и родных людей. Когда с тобой рядом близкие люди, они всегда тебя могут поддержать, и это очень успокаивает. Я очень рад за них. У них получается. Поддерживаем, радуемся, болеем. Сестры с раннего возраста занимаются пением. Аделина всерьез задумывается о карьере певицы. А Амила пока не определилась. Пой, пой над землей вместе со мной. Шар, шар золотой, яркий такой. Чтоб на земле стало светлее и не еще веселее. Я всегда пою искренне, потому что искренние эмоции всегда задевают человека. Если ты будешь просто петь без эмоций, то ты не затронешь ни одного зрителя. Всегда надо петь в зал, отдавать свою энергию. И я думаю, что у меня это получается. Впервые участвуют в конкурсе Одинцовский с Соловей ученики 4-й гимназии. Руководитель решила поставить вокальный номер и попробовать своих воспитанников в новом амплуа. Судя по восторженным аплодисментам зрителей, это удалось. Осталось только покорить сердца жюри и завоевать заветный кубок. Ну, ошибки всегда есть, есть к чему стремиться, потому что это наш первый опыт. Мы все время танцуем, вокал – это наша первая премьера. На сцене Центра эстетического воспитания не только вокалисты и ансамбли. Своё мастерство демонстрировали и хоровые коллективы. Как признались юные артисты, петь в хоре даже труднее, чем сольно. Чтобы добиться идеальной чистоты исполнения, уходит много времени и сил. Понравилось ли вам ваше выступление? Конечно, понравилось. Я думаю, что мы спели хорошо, потому что на репетициях у нас было много ошибок, можно сказать так. И когда мы пели, мне казалось, что мы поем лучше, чем на репетициях. Пока победители не названы, впереди второй этап конкурса «Одинцовский соловей». Все участники ждут результатов. Мария Шматкова, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».